Привет! Сегодня в СМИ разгоняется новость о том, что суд запретил полиции использовать трукам. Но не вообще использовать, а использовать не в стационарном режиме. Проще говоря, с рук. То есть не может полицейский стоять там в нас и целиться. Давайте разберемся, так ли это на самом деле, что в этом нового и что будет значить это решение для каждого из нас, из водителей. Ну, во-первых, следует понимать, что это решение лишь апелляционного суда, это не решение Верховного суда. Как и любое решение суда, оно касается только одного конкретного дела и не распространяется на нас с вами. То есть такое решение суда не означает, что на сегодняшний день во всей Украине полиция перестала использовать трукам и в нестационарном режиме. Второй момент. Что нового в этом решении? Да, собственно говоря, ничего. Почему я так утверждаю? Потому что суд, вынося это решение, основывался на прямом, буквальном толковании тех норм закона, которые уже давно существуют и которые мы все с вами знаем. О каких нормах закона идет речь? Во-первых, это статья 19 Конституции Украины. Мы с вами знаем, что согласно этой статье полиция, как и любой другой орган, может действовать только на тех основаниях и тем способом, который предусмотрен законом. Соответственно, нам нужен закон, который определяет способ действия полиции. И такой закон есть. Это закон о национальной полиции. И в этом законе есть 40-я статья, которая и определяет способ действия полиции. То есть та статья, которая устанавливает законные основания для использования полиции трукама и указывает, а как именно полиция должна использовать этот трукам. И вот, что сказано в этой статье. Полиция для обеспечения общественной безопасности и порядка может закреплять на форму, в, на служебных транспортных средствах, в том числе без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей. Монтировать, размещать по внешнему периметру дорог и зданий фото- и видеотехнику, в том числе технику, которая работает в автоматическом режиме, технические средства по выявлению и или фиксации правонарушений, радиационных, химических, биологических и ядерных угроз. А также использовать информацию, полученную с фото- и видеотехники, находящегося в чужом владении. Ключевым моментом, на который нужно обратить внимание в этой статье, это то, где и как полиция может размещать технические средства. То есть на форме, в или на автомобилях, возле дороги, но нигде не сказано, что полиция может использовать технические средства, держа их в руках. Именно таким образом, анализируя положение 19 статьи Конституции Украины и 40 статьи закона о национальной полиции, суды пришел к выводу о том, что полицейский, используя рукам, не может его держать в руках. Такой способ действий не предусмотрен законом, а если он не предусмотрен законом, то полицейский не может его использовать. Соответственно, для того, чтобы та информация, которую зафиксировал рукам, была признана надлежащим доказательством в суде, что рукам должен быть использован только тем способом, который предусмотрен законом. А это значит, что он должен быть зафиксирован. Он не должен держаться в момент использования в руках полицейского. И рассматривая это дело, суд сказал, что поскольку информация, полученная Струкама, была получена в тот момент, когда полицейский держал его в руках, а соответственно могла быть погрешность, да, он мог дернуть рукой и показатели бы уже изменились, такая информация не признается доказательством. А поскольку других доказательств вины водителя в том правонарушении, в котором его обвиняли, а это было превышение скорости, нет, то такой водитель был признан невиновным. А постановление было отменено. Так что же это значит для каждого из водителей? Это совершенно не значит, что уже завтра полиция перестанет ловить нас над руками, держа его в руках. Это же проблема не конкретного полицейского, не нужно их в этом обвинять. Ведь это проблема системы, это проблема министерства, которое не смогло обеспечить полицейских на местах какими-нибудь банальными треногами, на которой можно зафиксировать рукам. И это же не значит, что уже сегодня или завтра полицейский будет обеспечен такой треногой. Соответственно, они и дальше продолжат ловить нас над руками, держа в руках. В этом смысле не нужно думать, что что-то поменяется. Абсолютно ничего не поменяется. Если вы превысите скорость, полиция вас остановит и привлечет вас к административной ответственности. И если вы с этим не согласны, вам придется идти в суд и доказывать свою невиновность там. И нужно понимать, что вы можете попасть к судье, у которого совершенно другая правовая позиция. И он может вынести решение, согласно которому вы будете признаны таким человеком, который совершил правонарушение, виновен в нем. Несмотря на то, что есть решение апелляционного суда о том, что в другом случае человека признали невиновным за совершение такого же правонарушения. Это не имеет значения. Тем более, если мы посмотрим судебную практику, то мы увидим, что есть решение суда, где судьи принимают во внимание доказательства, которые получены с рукама, который полицейский держал в руках. То есть данное решение апелляционного суда абсолютно не гарантирует нам освобождение от ответственности. Ну а главное, что нам стоит запомнить, это то, что в Украине действуют определенные ограничения скорости. Давайте их придерживаться и не потому, что нас может оштрафовать полиция, а исходя из соображений собственной безопасности. На этом все. Всем удачи. Пока!